Всем привет, это 21 век, меня зовут Виктор Гастеев и сегодня у нас не обычный смартфон от Tecno Tecno POVA 5 и вы только посмотрите на эту необычную форму его коробки Не перестану повторять, что визуально Tecno всегда старается делать что-то особенное Да, это могут быть все те же материалы, все те же плоские грани, как у всех Но сам дизайн у них почти всегда уникален И соответственно все смартфоны выглядят просто бомбически Несмотря на то, за какую цену вы его купили, дешевле, либо дороже Tecno POVA 5 это бюджетный смартфон 2023 года, но если честно, вот так глядя на него, ты вообще не скажешь, что он бюджетный На момент съемки ролика он стоит 749 белорусских рублей У смартфона интересный блок камер, они идут почти вровень с задней стенкой Кнопка управления громкости, кнопка блокировки, кстати она совмещенная со сканером отпечатка пальца справа И немного утоплена И обратите внимание, что экран здесь немножко выпуклый Есть джек 3.5, сим-карт, сюда можно вставить 2 штуки Есть поддержка флешек до 2 терабайт Зарядка производится через разъем Type-C Корпус и задняя крышка выполнены из пластика Да, на первый взгляд может показаться, что это стекло, но нет, это пластик И это тоже пластик Грани у нас плоские, фронтальная камера находится в экране Существуют еще вот такие варианты цветов Экран у нас здесь, кстати, отличный Это IPS на 6,78 дюйма Разрешение 1080 на 2460 И, как вы уже явно успели посчитать, PPI здесь 396 А это значит, что его здесь разглядеть невозможно, как бы я ни старался Вот тебе и бюджетник Но это не все, что радует меня в этом экране 120 Гц Здесь можно выбрать как 60, можно выбрать 90, а можно выбрать 120 Яркость экрана 550 нит, чего достаточно для использования в солнечный день Движение плавное, картинка приятная Цветовой охват без малого почти весь DCI-P3 Вот посмотришь на этот экран и, если честно, хочется сразу фильмец какой-нибудь посмотреть Или в игрушку поиграть Чем мы, собственно, сейчас и займемся Процессор, который всем здесь управляет, называется Helio G99 Это процессор 22-го года и техпроцесс у него 6 нанометров Helio G99 не является топом по производительности Но в играх и сегодня себя показывает нормально На минималках Call of Duty бегает быстро, ладненько и без глюков Графика у нас здесь представлена графическим ускорителем Mali G57MC2 Процессор Helio G99 энергоэффективный И его чаще всего используют в смартфонах с большим объемом батареи Чтобы он работал еще дольше Но про батарею давайте чуть позже Смартфон нам поставили 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной Однако на рынке можно найти еще смартфон с версией на 256 гигабайт Интерфейс смартфона Tecno POV5 работает без тормозов Очень плавно и приятно В том числе благодаря частоте обновления экрана в 120 Гц Кстати, кстати, громкость в этом смартфоне тоже неплохая А кроме этого в настройках есть еще эквалайзер и прочие плюшки DTS Сейчас вы видите результаты нашего обычного теста на троттлинг А также температуру, до которой нам удалось разогреть этот смартфон И вот сейчас самое интересное Потому что этот смартфон имеет литий-ионный аккумулятор на 6000 мАч Автономность его просто невероятная Это до 23 часов экранного времени Причем играть на смартфоне можно аж целый рабочий день Только не спрашивайте, откуда мы это узнали? Еще из приятного в комплекте у нас быстрая зарядка на целых 45 Вт И ей смартфон заряжается от 0 до 100% за 1 час Что еще из интересного? Здесь у нас реверсивная зарядка по кабелю И ватность ее 10 Вт Что еще мы имеем? Bluetooth 5-й версии Wi-Fi тоже у нас 5-й версии Есть NFC Все, что нужно для навигации и телефоней тут тоже есть Операционная система Android 13+, Фирменная оболочка от Tecno HiOS 13 И давайте уже к камерам На тыльной стороне у нас две основные камеры Основная камера на 50 Мп По умолчанию камера фотографируют в 12,5 Мп Качество приемлемое ПО накидывает программную резкость на снимки И они при достаточном освещении выглядят нормально Лучше на мне не хватило сочности цветов и немножечко динамического диапазона Видео снимается в разрешении 2560 на 1440 с 30 кадрами в секунду Или Full HD с 60 кадрами в секунду А сейчас можете посмотреть пример переэкспонирования и также пример перефокусировки Второй модуль, который имеется на этой стороне, это датчик глубины резкости на 0.08 Мп Ну и традиционно вот вам два снимка на фронталку для сравнения в разных условиях Эта камера на смартфон Tecno POVA 5 И, кстати, она на 8 Мп Можете заценить звук также И напишите в комментариях, нормальная ли картинка для Инстаграма, например Ну а сейчас я в условиях немножко похуже И также можете написать в комментариях, как смартфон справляется с этими условиями Мое мнение однозначно, если вы не желаете иметь камерафон, либо игрофон, а просто сбалансированный смартфон на каждый день То вот он Хороший дисплей с отличной плавностью в 120 Гц и плотностью пикселей аж 396 ppi Кроме того, вполне достойно себя показывает в играх Да, на минималках, но все равно в Call of Duty, которая сама по себе очень требовательная игра Можно на нем поиграть А также долгоживущая батарейка на 6000 мАч с такими плюшками, как быстрая зарядка и реверсивная зарядка И какие здесь вообще могут быть вопросы Ну, разве что к камере Но и камера здесь довольно-таки приемлемая за такую-то цену И эти фотки спокойно можно грузить в социальные сети И будет за это не стыдно Ну а на этом все, с вами был 21 век Меня зовут Виктор Гастейф, а также смартфон Tecno POVA 5 С вас лайк, подписка и комментарий И увидимся в следующих выпусках Пока Субтитры сделал DimaTorzok